Знаете, все хорошо рассматривать в динамике. Если мы хотим взять итоги этой войны за эти два года, то тогда надо рассматривать два года. То есть 2022 год, 2023 год. И тогда, естественно, объективно, чтобы не брать из контекста. Потому что год, он сам по себе чисто календарное понимание. Война – это единое целое. Это единое целое. Как она начиналась, как она продвигалась и где она сегодня находится. Если четко и правильно это проанализировать, со всеми нюансами, тогда можно в определенной мере прогнозировать возможное развитие ситуации на 2024 год. С моей точки зрения, с моей субъективной точки зрения, я простой смертный, могу ошибаться, но я лично думаю, что 2023 год был более позитивен, чем 2022 год. Вот. И эта тенденция, и все то, что я вот потом вам это скажу, наверняка дает мне основание думать о том, что 2024 год продолжит эту динамику. 2024 год будет более позитивен, чем 2023 год. Что дает мне основание так рассуждать и так думать? Я вспоминаю начало этого полномасштабного вторжения. Блицкриг. И я провожу параллели со Второй мировой войной. И, как вы знаете, я с самого начала этой войны с вами и со всеми другими в студии проводил параллели с Афганистаном. С Афганской авантюрой, если помните. И просто говорил, что вы, конечно, не Афганистан, и по человеческим ресурсам, и географически, и так далее. Но проводил параллели. Я с каждым разом, прошло два года, я сегодня также убежден, что это еще более усиливает именно значимость в геополитическом плане данного конфликта и эти параллели, которые были сопоставимы с тем, что было между Советским Союзом и Афганистаном. И то противостояние, которое это вызвало в целом мире, и к чему это привело. И такая же системная работа Запада, ну, как мы называем ее, удавка, система анаконды, то есть медленная вот такая удавка, политическая изоляция, экономическая изоляция, военная, так сказать, гонка вооружений, тогда это называлось, звездные войны. И все это в конечном итоге привело к тому результату, который называется развалом Советского Союза. И выводом войск, и позорный вывод этих войск оттуда после 10 лет этой оккупации. Сегодня ситуация, вот если взять начало войны, и тут же параллели я провожу со Второй мировой войной. Почему? Потому что тема взятия Москвы, тот же Блицкриг по плану, насколько я помню, ну, план Барбароса был, а это конкретно касательно Москвы, он назывался Тайфун, насколько я помню, и тогда также был Блицкриг поставлен. И также немцы стояли у ворот Москвы. И также они были отброшены. И вот этот Блицкриг, который им не удался, вызвал определенную эйфорию у советской стороны. И советская сторона рассчитывала, что они уже вот час будут гнать до Берлина, но у них это не получилось. И немцы сумели сгруппироваться, перебросить определенные силы с других фронтов. И, как вы помните, после этого была Сталинградская битва. А потом Курская дуга. То есть я имею в виду 42-й год, 43-й год. Началось с лета 42-го года. А Москва, под Москвой, эта битва была зимой 41-го на 42-й год зиму. Вот, и она закончилась к весне. И потом к лету вот началась Сталинградская битва. А после Сталинградской битвы началась Курская дуга, 43-й год. Поэтому есть параллели очень много, как с афганской тематикой, так с этой тематикой. Кому как удобно просто проводить. Я просто к чему это веду, чтобы было понятно, как работает эта война. Ну, если в военно-техническом плане, пускай военные эксперты это очень хорошо популярно могут объяснить. Я с политической точки зрения, с информационной точки зрения постараюсь объяснить, почему я эти параллели провожу и почему вот я вижу похожесть в этих ситуациях. Дело в том, что близкрик также не удался. И этот близкрик все ждали. И во всем мире также ждали. Вся Европа, которая пала перед Гитлером. И в Советском Союзе только сейчас так же это было. Как быстро они дошли. Это же территория огромная, намного побольше, чем та же Украина. И они уже были у ворот Москвы. Ну, несмотря на... И тогда же не было ни Ленд-Лиза, тогда не было ни союзников. Ни всего этого так же не было. Но сумели отстоять столицу. А потом пошло-поехало. И вот сегодня точно так же. И Сумскую, и Киевскую, и Черниговскую область вы отстояли без Рамштайна, без всего того, что сегодня уже имеется. И когда это произошло, это произошло, вы можете рассматривать это как будто бы еще... Вот, например, Авдеевка, Марьинка. Вот это все территорию можно сравнивать с Ленинградом. То есть не по масштабам, я имею в виду, а по сути, да? То есть по тому, как это работает. Поэтому, когда говорили в самом начале, будет одно... Я сказал, будет не одно наступление, несколько будет. Поднимите все мои выступления, они есть на вашем канале. Потому что, ну, это точно так же, как Вторая мировая война. Она не может закончиться одной битвой. Сколько там битв, это было. И Москва была, и Ленинград был, и Сталинградская битва, и Курская дуга, и так далее. Там воду. Я уже и про Беларусь, про Украину, я уже про Второй фронт. И все, что творится, не говорю. То есть очень много было битв. Просто были ключевые, так сказать, моменты, да? И здесь тоже ключевые моменты были. Несколько ключевых моментов. Это то, что и Харьковский ваш успех, и Харсунское освобождение. И то, что вы половину освободили. Вы же за эти два года в динамике, вы больше ничего не проигрываете. То, что вы сегодня там идут вот эти бои за Марьинку, за Абдеевку, это все. Это все бои, которые вот в самом начале они захватили, а сегодня вот идет вот эта борьба за все эти территории. И это, как ваш сегодня сказал главнокомандующий Залужный, он так и сказал, да, сдали, завтра же освободили. То есть здесь надо смотреть стратегически на эту войну. Стратегически в эту войну уже не проиграли. Стратегически Россия эту войну проиграла. Она теперь не может тактически переформатироваться для того, чтобы сохранить или удержать все то, что пока еще находится у них. И поэтому они бросают огромные деньги и в информационную войну, то есть для того, чтобы сделать так, чтобы пошли какие-то переговоры, давление на Украину, взорвать вашу ситуацию изнутри. Но у них это никак не получается. А у вас идет по накатанной. Просто иногда, может быть, так это не видно, а вам и не надо видеть. Это точно так же, как вот, например, взорвали вот этот самый Новочеркасск. После Москвы вот точно так же. Завтра еще что-то будет, потому что надо интересоваться, а чем это взорвали? Чем? Это Штормшедов. Это Штормшедов, да. А если вы вспомните до этого, что у вас опять истребителей российских были сбиты, кто-нибудь интересовался? А тут в Америке сороки на хвосте приносят, что это патриотами сбиты. И не просто патриотами, а теми ракетами, которые поставляет Япония, Южная Корея. И это те самые ракеты, которые невозможно определить. И поймать их трудно. И если вспомнить, что сегодня с зерном, как вы там уже в Черном море решаете многие вопросы. Поэтому есть вопрос очень много, которые никто не знает. И не будет получше сегодня охранять за весь 23-й год. А если возьмите, вспомните 22-й год, я думаю, далеко не случайно. Впервые ваш генерал-залужный вышел и проводит пресс-конференцию. Пресс-конференцию обычно вот так проводят уверенные в себе генералы. Генерал уверенной армии. Генерал, который проигрывает, он никогда не выходит. Пресс-конференцию так не проводит. И судя по тому, что он сказал, ну что он мог себе позволить сказать, понятно, что он на 24-й год, вот все то, что вот сейчас произошло, таких сюрпризов будет намного побольше. Потому что он намекнул и он открыто сказал, что как будто бы начинается технологический этап этой войны. Значит, к ней просто надо готовиться. Это может быть и зимой, это может быть и весной. Это пускай время покажет, а мы будем просто за этим наблюдать. Я просто объясню вам политическую составляющую. Политическая составляющая, она также позитивна с точки зрения того, я вспоминаю 2022 год, растерянность на Западе, отсутствие единения во всем понимании. И когда тихо-тихо они стали объединяться, там Рамштайн пошло, поехало, вот эти санкции стали применять. И уже, а когда к концу года вот хаймерсы это стали появляться, вспомните, вы же спрашивали у меня регулярно, я вам к концу прошлого года говорил, в этом году вы получите все, кроме ядерного оружия. Ну, год кончается. Что, разве не так? Может быть, не в том количестве, как мы хотели бы, но вы же это получаете. То есть по номенклатурам уже проблем нету. Никто не может сегодня сказать, почему нам это не дают, или это запрещено как будто бы нам. Не дают в том, может быть, количестве. Ну, потому что здесь стратегии не совпадают, да? Американская стратегия и украинская. То есть в целом коллективного Запада. То есть не дать Украине проиграть, не дать России выиграть. Ну, если мы вспомним, как тактика и подход США и Запада к этой войне кардинально поменялся. В первую очередь, в той же Германии на территории, той же лидеры этой Европы. И вот сегодня, к концу года уже тема ВПК. И здесь в США, и в Европе. И то, что сегодня уже и подключены к этим вопросам финансового порядка. Даже посмотрите, как Евросоюз сегодня старается даже вариант «Б» сделать по поводу этих 50 миллиардов экономической помощи для Украины на случай, если вдруг вето в Венгрии не пройдет, на случай, если вдруг он не выйдет попить чаю, тот же Орбан. И поэтому они уже сегодня рассмотрели другой вариант, и у них уже есть этот вариант «Б». Конкретный вариант «Б». Поэтому вы экономическую помощь с Евросоюза 100% получите. Или так, или это. Япония и Южная Корея поменяли свою доктрину, и идут туда и 155-миллиметровые, и дальнобойные, и все то, что необходимо для этого. Просто это не афишируется. Ну, это есть. Если бы этого не было, вот такие под Новый год сюрпризы для поднятия настроения самих украинцев и их друзей в мире, этого же не происходило бы. Плюс я тенденцию смотрю, какая, да? Здесь, в Конгрессе, в США, эти все споры по миграционному закону, я уже тысячу раз расшифровывал, я вам объяснил. Это к вам не имеет никакого отношения, вы просто как предмет спекуляции. Эти деньги вы получите. Можете на эту тему не сомневаться. Плюс посмотрите, как Европа активно пошла в этой тематике. Европа активно включается. Здесь не только ВПТ, здесь и финансовые части, они понимают, что нужно не слепо и 100% рассчитывать на Соединенные Штаты Америки, нужны и сами полномасштабно вовлекаться во все эти дела. И это мы видим во второй половине 23-го года. То есть, когда говорят, с одной стороны, вбрасываются вбросы о том, что все пропало, гипс снимают, шеф, как говорится. Вот это все популярная фраза уже стала. Все говорят на эту тему. Но и с другой стороны, вы видите, как они делают конкретные телодвижения. Одно дело пропаганда, это нам преподносит западные средства массовой информации, или полезные идиоты, или проплаченные, так скажем, идиоты, которые этим занимаются. А есть реальная политика. Реальная политика совершенно говорит о другом. Реальная политика говорит о том, что и в Соединенных Штатах Америки понимают, пришло это понимание о том, что других вариантов нет. И это поддержка двупартийная. Это поддержка двупартийная. Просто здесь выборы. Здесь выборы, вы должны уже с этим смириться. По-другому здесь это не работает. Это было и до Востак, и это будет и после Востак. Но самое главное, никто же не отказывается. И никто не откажется от этой поддержки, и эти финансовые получатся. Точно так же, как и Европа. Поэтому, когда я это все вижу, я это все резюмирую, я говорю, ну, в 2023 году вы получили больше, чем вы получили в 2022 году. Другое дело, да, все ждали, что после Харькова, после Херсона уже все, уже вы вышли к этим самым. Ну, понятное дело. Это, значит, недооценили, может быть, тоже Россию. И, в первую очередь, авторитарную суть этого режима, который в самом начале быстрее перегруппируется, чем та же демократическая Европа, по всем, ну, я имею в виду, на военные рельсы перевести, но в долгую, исходя из возможностей и ресурсов, они это не выдержат. И пример того же Советского Союза с Афганистаном, он довольно наглядный пример, потому что на начальном этапе на это не обращали внимания, сложности начались после 1985 года, когда вот эта удавка по всем направлениям, она стала давать результат. То есть и здесь точно так же, посмотрите, что говорит Набиулина сегодня, не сегодня, а завтра, глядишь, закроется продажа валют, то есть на биржах перестанут продавать валюту, я имею в виду, на московских фондовых биржах, то есть, значит, у них проблема будет именно с валютой, и завтра это русский рубль превратится в советский деревянный рубль, в этом плане, потому что все остальное невозможно. А если нет инвестиций, если вот эти санкции медленно, они давят, да, они, может быть, не идеально, обходят они, и Иран обходил, и Россия это обходит, и будет продолжать это обходить, но это не на том уровне. Долгую это не выдержит конкуренцию с той ресурсной базой, которая есть у Украины, вы понимаете, вот в этом, и вы это видите, и все это видят, просто, может быть, это не так сильно в информационном поле преподносится, потому что в информационной войне в определенные моменты, да, особенно по пропаганде, Россия пока опережает вас. Например, на общественное мнение Украины больше действует российская информационная машина, чем на российскую территорию действует украинская информационная машина. Здесь есть и объективные, здесь есть и субъективные причины. О них мы можем поговорить потом, но сам факт того, что они вот этим сам, и плюс они не только на вас, они и на Европу, и на Америку, да, вот это то, что вот за последние несколько месяцев мы видим, это, опять же, чистого, это пропаганда. Это совершенно под собой не имеет никакого основания, и когда поэтому иногда мне тема отправляет, вот мы хотим на эту тему поговорить, на эту тему, я читаю, я смотрю, это все профанация, и это к реальной политике не имеет. То есть, например, это не портит мне моего позитивного настроения, потому что я вижу тенденции, как это развивается. И вот буквально январь же наступает, январь наступит, январь наступит, и в январе вы увидите, как здесь в США, и также в Евросоюзе, вот то, что мучает вас последний месяц-два, да, и каждый день на это время, ну, решится этот вопрос. А потом, глядишь, еще какой-то новый чашкарс будет, глядишь, еще какие-то сюрпризы будут. А они будут, можете не сомневаться, потому что, если ваш... Вот, посмотри, две пресс-конференции, которых не было никогда на таком уровне, были одновременно. Ваш президент Зеленский выступает, смотрите, сколько уверенности в нем. В этой ситуации, да, я понимаю, он не может по-другому себя вести, но он же понимает, за каждое слово нужно будет отвечать. И после него выступает и генерал Залужник, который вообще никогда не выступал. И он тоже выступил. И эти два выступления вот так внимательно ставлю рядышком. Один верховный главнокомандующий, другой главнокомандующий. И я от обоих верил уверенностью, потому что они знают, что их ожидает в 2024 году. Сложно, тяжело, однозначно, но динамика, динамика, она получше, чем в 2023 году. Я не сомневаюсь. Но действительно ли в следующем году может меняться политика Белого дома? Да, вот, и они будут там, там что-то корректировать в том, какие должны быть у нас ожидания. И она будет меняться в сторону улучшения, в сторону усиления. Потому что в сторону ухудшения ни Байдену, ни его команде не светит Белый дом. Пролетят как фанера. Уже некуда уже. Все. Понимаете, пролетят как фанера над Парижем. Все. Здесь даже гадалки ходить не надо. Исходя из этого, исходя из этого, зачем я должен выдумывать, или вот глупости разных западных изданий. Сколько это политиков врало, выдавало желаемое за действие. Сколько Вашингтон-Пост врал, выдавало желаемое за действие. И Нью-Йорк Таймс, и Блумберг. Мало было? В огромном количестве. Ну и где все? Где переговоры? Где отсутствие Атакамс, F-16, Абрамсов, Штормшедов, и всего остального. Говорили же, вообще никогда не дадут. Более того, открыто говорят, вот встречаются там, Бёрз ездит, там какие-то еще отставники ездят. Уже вот-вот, вот-вот, не сегодня-завтра, переговоры, то-третье-четверо. И что? Ну опять же, хотя бы на солидном уровне кто-нибудь это когда-нибудь говорил? Нет, только на уровне газет из неназванных источников. Вот точно так же, опять же, это самое. Это все глупости. Никаких переговоров в 2024 году между Украиной и Россией не будет. Будут президентские выборы в США и до конца этих президентских выборов в США будет идти эта война. Вопрос. Как она будет идти? По нисходящей или по восходящей? Она будет идти по восходящей для Украины. Потому что по нисходящей это плохо для администрации Байдена. Вот и все. Просто когда это будет? Ну я так понимаю, весной, летом, потому что президентская кампания будет набирать обороты. И нужно будет, естественно, демонстрировать успех, чтобы там еще пять новочеркарсков, еще там пять самолетов, еще там чего-то такого, чтобы все это видели, да, ну вот результат, результат американской поддержки. это так работает. Поэтому я не ожидаю никакой появления. И когда вот в основном, кто это говорит? Я иногда смотрю американцы. Те, которые за республиканцем дали, русскоязычные тоже, и уходят точно так же, говорят. И даже еще набираются смелости, оправдывают того же Трампа, еще взят лапшу, ешь на предмет того, что, ну он непредсказуемый человек. Откуда вы знаете? Вот он придет, и вдруг он все по-другому сделает, и пошло бы. Ну кого вы отдурите? Ну кого? Пусть сегодня то, что там кровь пьют, так сказать, демократам по поводу этой границы и используют спекулятивность темы Украины, это кто делает? Это лично делают люди Трампа, под его команду, под его диктовку. Им начихать на Украину. Но я же не говорю о том, что демократы не такие. И они такие же. Просто сегодня демократы у власти, поэтому эти спекулируют на это. Если было бы наоборот, эти спекулировали бы. Ну другое дело, когда какой-нибудь член какой-то партии или республиканский, или демократический выходит в эфир украинского канала, и те и другие врут. Врут. Открытым текстом врут. Они говорят неправду. Они спекулируют, да потому что во всем то, что происходит там, виноваты и те и другие. Не виноваты только демократы. Если вы меня спросите чисто глобально после 1991 года, больше виноваты демократы. Да, это правда. Потому что в 1992 году президентом был Билл Клинтон. Он демократ. Кроме этого, в 2014, если мы говорим чисто про Украину, в 2014 году касательно вас, это был Барак Обама и Байден. В 2008 году перезагрузка Барак Обама-Байден. Все то, и это попало именно на эти конфликты. Верина Клинтона, это все постсоветское пространство, и Карабах, и Приднестровье, и все остальное. Это все было при Клинтоне. Ельцин был, так называемый, демократ, да, в кавычках, в Москве. И после 2008 года, и до 2014 года, это все было при Байдене, и Байдене, и Байдене, и тот, и другой демократы. Но другое дело, что сделали республиканцы? Они вообще ничего не делали. Что сделал Буш-отец? Он не хотел развала Советского Союза, уговаривал вас же, украинцев. Что сделал этот самый, Буш-сын? Он пошел, он первый, кто пошел на сделку с Кремлем. После 11 сентября 2001 года. Поэтому и те, и другие виноваты. Поэтому я не оправдываю ни тех, и других. Просто я хотел, чтобы люди знали бы недавнюю буквально историю. И когда мы уже возвращаемся к Соединенным Штатам Америки, мы должны понимать, что когда кто поменяет, они политику или не поменяет, им не выгодно. Они поменяли бы, если это им было бы выгодно. Они не поменяют эту политику и на Ближнем Востоке в том числе, если кого-то интересует. Поэтому они туда прислали эту эскадру, чтобы никто не эскалировал. И с китайцами договорились, чтобы эти тоже не эскалировали через своих прокси, через свое влияние на Ближнем Востоке, через тоже Саудовскую Аравию, через тот же Иран. Которых они на время помирили. Поэтому, когда мы это все видим, простой вопрос, а зачем они будут менять политику? В сторону чего? Если на 180 градусов, это невозможно. Это невозможно, это поражение, это проиграли выборы. А вы же не видите, они все делают для того, чтобы выиграть эти выборы. И республиканцы, спекулируя на этой миграционной тематике, и идя на компромисс, на который никто из демократических президентов не шел. Байден первый президент, который идет на этот компромисс. Что это вдруг он идет на тему? Там что, украинцы границу перешагивают? Это мексиканцы. Вот я сейчас с вами разговариваю. Вот сегодня, вот сегодня, вот в данную минуту, самолет Блинкина вместе с министром внутренней безопасности, Мальоркой, и вместе с начальником внутренней безопасности Белого дома, посмотрите, какой уровень, во главе с Энтони Блинкином. Они сейчас прилетели в Мехико для встречи с президентом Мексики. По пунктам будут проходить, вот поэтому закон миграционный, потому что то, что вот они разговаривают и за закрытыми дверями, они продолжают разговаривать. Наверняка нужно что-то решить в предметной плоскости. А для того, чтобы решить предметной плоскости, непосредственно надо ездить туда и говорить. Это же не просто так. Отправляют, посмотрите, четвертый человек государства, госсекретарь. И с министром, но это те люди, министр внутренней безопасности, который непосредственно занимается вот этим переговором между республиканцами и демократами. Значит идет согласование этого какого-то компромисса. Я не знаю, потому что это все закрыто. Я публично знаю, что он полетел туда. Чего он туда полетел? Оттуда он полетит на Ближний Восток. Но с Ближним Востоком понятно, зачем он летит туда. Зачем он полетел в такой ситуации в Мехико на встрече с президентом Мексики? Значит, какая это тематика? А какая тема может быть там быть? Только миграционная. А что это вдруг миграционная? А потому что миграционные на повестке дня. В Конгрессе решаются серьезные вопросы. И когда ты это видишь, ты начинаешь понимать, что значит, раз идет на таком высоком уровне согласование каких-то точек, ищут какие-то компромиссы, значит, на самом деле, после Нового года все вопросы будут решены. Помощь Украине ни на один день не останавливается. Ни финансовая, ни военно-техническая. Вы за это не сомневаетесь. Плюс у американцев есть, я же вам сказал, огромное количество и других возможностей у исполнительной власти. Просто нет необходимости пока до этого доводить. Точно так же, как и в Европе, заметьте, 50 миллиардов вето наложил этот Орбан. Они собрались для того, чтобы не было консенсуса. Страны, в которых самый высокий финансовый рейтинг, резидентный рейтинг в Европе. Они договорились с банками на случай, если будет вето, а не просто несколько стран, главных стран, они возьмут эту сумму для Украины. Все, и здесь не нужно согласования. Понимаете? И когда кто-то из этих 27 стран, такие как Орбан, завтра подумают опять же как-то шантажировать, они понимают, что есть какая-то уже удавочка. То есть, то сам факт того, что Евросоюз уже начинает искать варианты, это, конечно, хороший сигнал. Значит, и вот то, что ВПК до этого, они тоже это не делали, то, что финансы, это говорит о том, что Европа очень сильная. Сравните два года назад Европа, в 22-м году какая была, и посмотрите, что она сегодня делает, как она проявляет. Для Европы, которая бюрократическая, которая почти 70 лет не воевала, вот недавно опрос общественного мнения был, да, вот вы мне даже отправляли, где показано, как они хотят защищать и воевать, да, пойдите, это опрос общественного мнения в Украине сделаете, там зашкаливает, потому что защищает свою родину. Они не хотят этим заниматься, потому что они привыкли к этой сытой, богатой жизни. Они готовы откупаться деньгами, заниматься чем хотите, а социология, это же одна из базовых наук политологии, если бы мы хотим, то есть история и социология, эти две базовые науки гуманитарные для хорошей аналитики, для хорошей политологии. И если это социология, соответствует действовать, а я не сомневаюсь, что она больше-меньше, она соответствует, потому что умонастроение в сытой, богатой Европе, они именно такие. Ну зачем, у них много денег, они сидят думают, ну зачем украинцы, мы деньгами будем откупаться, вооружение, у нас вооружения такого количества нет, у американцев, но американцы, видите, тоже начинают спекулировать на этой тематике, давайте сами начнем это делать, у нас же есть для этого все, и они начинают заводы все по новой финансировать, восстанавливать это ВПК, и в первую очередь кто это делает? Немцы, потому что у них был самый хороший ВПК, потому что у них больше всего денег, и поэтому немцы сразу отстегивают 8 миллионов евро чисто деньгами, кешем, в Украине, плюс, Писториус говорит, 200 тысяч уже 100% мы гарантируем, миллион, я не знаю, как 7 месяцев, немцы понимают, что впереди они должны быть, то есть лидер Европы, они это делают, я уже не говорю о том, что есть особые такие вопросы, где лидерство у Великобритании, Великобритания, Великобритания, она и исторически, во второй мировой войне, так же себя вела, и многие даже этого не знают, что если не Великобритания, и конкретно Уинстон Черчилл, но и стеблишмент Великобритании, они понимают, когда в трудную, Великобритания, если так взять, вот по традиционно, она более, самая опытная в защите этой Европы, она лучше чувствует, опасности, вот так, как Черчилль пришел здесь, Фултонскую речь дал, после победы, после Второй мировой войны, он же сразу пришел сюда, никто-то другой же здесь не выступал, именно представитель Великобритании, холодная война началась именно тогда, потому что он поднимал, что такое Советский Союз, мало ли, что мы союзники, точно так же и здесь, и Великобритания вместе с теми же немцами, просто немцы ближе к этой территории, Великобритания как бы далеко не была, Великобритания вышла она из Евросоюза, это не играет никакой роли, с одной стороны, они англосаксы завязаны на американцах, с другой стороны, они являются одним из лидеров того же Европы, и плюс Великобритания стратегически завязана на тех странах, которые сегодня в первую очередь поддерживают Украину, в первую очередь, просто это не выделяется, но у меня нет сомнений, вы что думаете, Борис Джонсон именно потому, что Борис Джонсон, это личный фактор был, любой, любой, лидер Великобритании, больше, меньше, но он будет работать в этом направлении, вы что думаете, просто так Маргарет Титчер появилась, просто другое дело, да, после нее премьеры, которые приходили, они слабые, так же как и американские президенты, Рейган здесь президент был, он сильный был, но любой другой, который понимает, есть интересы Америки, есть интересы Великобритании, так же как немцы понимают, что есть интересы Германии, и в целом сегодня, это география под названием Евросоюз, вы что думаете, японцы просто так, доктрину поменяли, доктрину, они сначала, вот то, что эти ракеты, которые сбили, вот эти сушки, японские ракеты, для Петриотов, там Петриотов бывает, ПК-2 кажется, ПК-2,5 это ПК-3, это последний, это последний, самый новейший, по их доктрине, они не могли напрямую поставлять, они должны поставить, это той стране, которая имеет лицензию, то есть США, а США потом их перенаправят туда, мы уже решим вопрос, насколько я понимаю, насколько Сорок летает и рассказывает, напрямую как будто бы уже поставки, то есть как будто они внутри своей страны, меняют доктрину, это понимание идет, точно так же, как это занимается сегодня, та же Южная Корея, просто есть вещи, которые, ну обычный обыватель, он этого не знает, и он когда, он целый день базирует свою аналитику, или свои эмоции, свое настроение, на вот этих пропагандистских нарративах, которые с утра до вечера заполнили информационное поле, я понимаю, умонастроение, украинского общества, которое вот устало от этого, и это на них давит, ну дорогие мои, равнине берите на вашего президента, и на вашего генерала заложника, ну который вот выходит, вы им должны доверять, сто процентов, не 99, заканчивайте эти глупости, доверяем одному, меньше доверяем другому, заканчивайте эти глупости, не может такого быть, не может, и в Америке также доверяют им, и тому, потому что они в связке, они в связке, они до конца будут в этой связке, без этой войны, без решения этой войны, будущего нет ни у того, ни у другого, я уже не говорю о тех, которые вокруг них находятся, это закон, они это понимают, просто они же не могут влиять на эту всю глупость, на весь этот мусор, который есть в информационной паре, конечно, это командой должны заниматься, но если в целом, конечно, этим тоже заниматься должно, само украинское общество, гражданское общество, то есть очень много, которые вот должны расшифровывать, расшифровывать с утра до вечера, не просто пропагандой заниматься, ура патриотизм, выдавать желаемое за действительное, которые на самом деле, вот должны быть, или побольше, зовите туда, вот американских генералов, Бена Ходжерса, Зовите Петреуса, зовите послов американских. Чем больше они будут в информационном поле, именно они. Они с утра до вечера, не цитируйте вот эти все статьи, вот эти газеты, которые существуют. Это все вранье. Это все на самом деле вранье. Я поэтому, поверьте мне, за два года, я почему всегда так говорю? Потому что если я базировал свою аналитику на этом, я, может быть, уже перестал бы выходить в эфиры ваших каналах от того, что мне было бы стыдно, от того, что я вчера так говорил, а сегодня я должен так говорить. Если я говорил в самом начале войны, что это связано, похоже, на Афганистан, это так. И я говорю, и 23-й год будет продолжение. Просто другой тенденции, я говорю, вот так будет идти. Потому что здесь уже эта тактика принята. Она работает. Да, тяжело будет именно вам, как было тяжело афганскому народу. Но результат будет тот. Других вариантов нет. Нету. Других вариантов, потому что здесь уже идет вопрос чисто политический. Здесь вопрос идет чисто ресурсный. Они дали огромные деньги на идеологию, на пропаганду. Ну, у них других вариантов нет. А вы что, не помните, когда во время Второй мировой войны, сколько было идеологии? Немцы, когда летали самолетами, листовки бросали, то, да, все. Для чего это делалось? Это для того и делается. А сколько бросали диверсантов, чтобы изнутри взорвать, прожилищики на себя. Просто сегодня 21-й век, интернет. Поэтому это делается совершенно по-другому. Как называют сегодня это? Ипсода. Просто надо это понимать, как это работает. Чтобы правильно на это реагировать, иметь определенный противоядие.